Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами поговорим о таком явлении в музыке, как синкопа. Их существует несколько вариантов. Мы поговорим о внутритактовой синкопе. Вначале немножечко теории, а потом я наиграю вам мелодию из кинофильма «Титаник», где встречаются внутритактовые синкопы, и вы уже сможете потом порепетировать на практике, скачать табулатуру и сыграть эту композицию. Приятного обучения! Друзья, приветствую еще раз! В этом видео мы с вами коротко поговорим о том, что такое синкопа. Немного уделим время теории и потом попрактикуемся. Возьмем в руки гитару и поиграем эту композицию. И если вы ее решите разучить, во время исполнения уже будете понимать, играть осознанно, где у нас синкопа, а где обычный ритмический рисунок. Для начала давайте определимся, что такое синкопа. Синкопа – это когда мы акцент сильной доли в такте смещаем на слабую долю. И попутно отмечу, что у синкопы у нас бывают три вида. Первый вид – это внутритактовые синкопы, о которых мы с вами сейчас поговорим. Есть еще синкопы межтактовые и внутридолевые. Об этом мы поговорим как-то, может быть, в следующий раз. Итак, немного теории. Для начала обращаем внимание, какой у нас размер композиции. В данном случае, именно в этом переложении, две четверти. И размер, кстати, относится как к мелодической партии, так же и к басовой партии. О чем это говорит? Это говорит о том, что у нас в басовой партии должно суммарно быть две четверти, вне зависимости от того, какие длительности в том или ином такте встречаются. Например, здесь у нас две восьмых и четверть в басовой партии. Но суммарно, вот две восьмушки – это одна четверть и плюс еще одна четверть. У нас получаются две четверти. Один плюс один. Вот они, две четверти. То же самое у нас и в мелодической линии. Вот у нас четвертная с точкой. Точка, как вы знаете, она равна по длительности восьмой ноте. То есть она прибавляет 50% к звучанию четвертной ноты. И суммарно вот у нас две восьмых – это одна четверть. И вот еще у нас одна четвертная нота в самом начале такта. Вот точку видите, да? Мы перенесли ее вот сюда. Вот четверть плюс четверть – тоже получается две четверти. Давайте еще вот парочку тактов тоже разберем, чтобы понимать, что длительности у нас здесь правильно прописаны. Бас четверть и четверть – значит две четверти. Здесь у нас сразу бросается в глаза четверть посередине. И две восьмых – они суммарно тоже составляют четвертную ноту. Данный такт у нас аналогичен предыдущему по своему строению ритмическому. Следующий такт – мелодия четверть и две восьмых. Две восьмых – это тоже четверть. Вот у нас суммарно две четверти получаются. И здесь такая же история, только наоборот, как и в первом такте в мелодии. Вот здесь у нас с вами была четверть с точкой и восьмая. А здесь у нас с вами получается восьмая четверть с точкой. То есть суммарно тоже у нас две четверти. Ну и здесь дальше этот такт он дублирует по ритмическому рисунку первый такт. Вот я и говорю про этот такт. Хорошо, значит, в плане длительности ноты и размера мы с вами определились. Теперь мы говорим по поводу синко акцентов, потому что сейчас мы плавненько к этому все подводили. Вот смотрите, проще всего нам, пожалуй, будет начать с первого такта. У нас сильная доля, две доли у нас, вот две четверти. У нас в такте сильная доля, вот первая четверть. И относительно сильная, говорят, чтобы не путать, сильная и сильная в такте, относительно сильная, это вот она, вторая четверть. Значит, если разбивать по восьмушку, у нас получится 1 и 2 и. Вот так вот разделим эти две доли. Что такое синкопа? Синкопа это когда мы акцент, вот повторим это определение, которое в самом начале давали, акцент сильной доли, ну или относительно сильной доли, мы смещаем на слабую долю. Давайте вот теперь вот в этом такте у нас синкоп нет, в первом, а вот во втором такте у нас синкопа сразу же бросается в глаза. Вот этот момент. Как раз-таки, смотрите, у нас сильная доля должна быть вот здесь, да, вот у нас первая четверть и вторая четверть. Вот сильная доля и относительно сильная доля. Значит, эта нота, она по сути должна была бы начинаться вот здесь, вот здесь вот. Но из-за того, что она сдвинута С сильной доли на слабую Значит у нас получается синкопа Вот мы считаем раз И на и, вот и у нас слабенькая доля И на и как раз таки начинает звучать Вот эта четвертная нота Дальше у нас на два ничего нет Видите, пустота, здесь нет никаких нот Только бас Звучит басовая партия, мы сейчас говорим конкретно про партию Про мелодическую партию И только на и у нас получается нота Вот у нас это Вот это сильная и вот это относительно сильная Доля, здесь у нас ничего нет Вот пустота, поэтому Синкопа В этом такте присутствует То же самое у нас вот в этом такте Сильная доля Тоже сильная относительно Вот у нас слабая доля Давайте и напишем, и вот тоже слабая доля Здесь у нас никакой ноты нет Нота сдвинута На слабую долю Поэтому у нас тут явная синкопа Сейчас мы все это еще поиграем на гитаре. Здесь у нас в мелодической партии никаких синкоп нет. Вот у нас сильная доля. И вот здесь вот начинается вторая доля. Тут у нас совпадает. Нота присутствует, поэтому все звучит прекрасно. Дальше, что у нас в басу. Здесь у нас никаких нет синкоп, потому что мы с вами начинаем на сильную долю. И здесь у нас присутствует нота. Здесь тоже на сильную долю. И здесь присутствует. И здесь две четвертушки ровненько. А вот здесь у нас в басовой партии синкопа. Потому что вместо того, чтобы вот эта нота соль звучала вот здесь, она звучит немножечко раньше. Значит, это у нас типичный представитель синкопы внутритактовой. Теперь давайте берем в руки гитару и попробуем с вами сыграть отрывочек, который у нас перед глазами на гитаре. И послушаем вначале, как звучит этот фрагмент. Я играю прямо по нотам. И реприза. Ну и так далее. Там уже пойдет продолжение мелодии. Мы играли с вами как есть, как написано в нотах. Теперь смотрите, что мы с вами сейчас делаем. Мы немножечко сдвинем вместо оригинального исполнения, уберем синкопу, то есть сыграем вот эту ноту, восьмушку, как четвертную, как будто бы у нас нет вот этого флажка хвостика. А эту ноту условно передвинем вот сюда и, соответственно, она у нас будет восьмой нотой. Вот соединим ребром. То же самое мы проделаем вот с этим тактом. Здесь у нас будет обычно четвертная, без этого хвостика. А здесь мы сыграем две восьмушки. Дальше мы ничего менять не будем, потому что там у нас в мелодии, в принципе, четверти, две восьмых, все ровненько. Итак, играем без синкоп. Послушайте, как мелодия сразу же теряет всю свою изюминку. Вроде бы, видите, да, гармония та же самая, но... Звучит очень банально. Хотя даже аранжировка такая вот прям простейшая. А теперь опять играем с синкопой. Слышали, да, как уже? Сразу мелодия узнается, и вот этот вот привкус синкопы, он моментально начинает ощущаться. Ну что ж, я думаю, вот так вот в двух словах мы с вами поговорили о том, что такое синкопа. И на слух поиграли, и теоретически, визуально с вами научились синкопы определять внутритактовые. Здесь мы брали такой простой пример, где восьмые и четвертные ноты. Синкопы бывают и на шестнадцатых нотах, и на половинных, на каких угодно. Поэтому просто для примера мы взяли эту мелодию. Хорошо, репетируйте. Я сейчас эту композицию сыграю уже от начала до конца для вас на гитаре. И табулатуру прикреплю, как всегда, под этим видео. Желаю приятных репетиций, добра и мира. Счастливо! 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 Продолжение следует...